Всем привет! С вами Вадим, также известный под ником 2K House. И сейчас я прокомментирую для вас Доминион. Вы видите, что ребятки загружаются, пики довольно сильные. И это был самый, наверное, напряженный матч за вчерашний день. Довольно много я отыграл специально для того, чтобы сделать вот. И вот этот матч мне понравился больше всего. До последнего момента не ясно, кто победит. Ну, и постоянные сражения. Вообще, Доминион, как режим, мне невероятно понравился. Сегодня в пятничном хаосе будем его обсуждать. Игра в 20 минут выматывает вас, конечно, как будто вы сражались весь час. Но выматывает в хорошем смысле, то есть вылись на эмоциях, тащите. Но я играл премейдом, а насколько я понял из комментариев на геймзете, на странице стримов, ребятки разочаровываются в Доминионе из-за глупых союзников. Ну, это еще одна дополнительная причина собрать себе команду, собрать премейд, учитывая то, что все друг с другом общаются. Там же, например, в геймзете в комментариях к стримам постоянно люди ищут друг другу команду. Так что объединяйтесь и тащите вместе. Видите, что против нас всякие LD. Мне не понравилось в Доминионе, наверное, единственное, что очень долго ждем в начале. Это соизмеримо с самой длительностью матча. Это неправильно, конечно. Давайте все-таки чуть потише сделаем на всякий случай, мало ли что. Графика, конечно, очень хорошая. Я вчера пытался играть и записывать видео одновременно. Было 15 фпс. Очень жестко. Так, видите, здесь кристальчик такой красивый. Нет, графика, конечно, крутая. Что сказать? У нас мельница, которая всегда является спорной точкой. Как вы знаете, здесь надо захватывать точки. Чем дольше вы их продержите, соответственно, тем меньше будет жизни у вражеского Нексуса. Если у вас точек захвачено больше, то у вражеского Нексуса отнимаются жизни. Если у врагов точек захвачено больше, то наоборот. Ну и к тому же... Видите, через 30 секунд начнется. К тому же убийство героев, там и прочая дребедень тоже чуть-чуть снимает хп у вражеского Нексуса. Точки все друг друга равнозначны. Если вы захватили точку и стоит ваш герой, а к вам приближается оппонент, то эта точка бьет оппонента как башня. То есть, соответственно, защищать точки намного легче, чем их захватывать. И получается, что я взял Кугмава и бегу сейчас на низ. Я бегу один. Это пока мне единственная возможность стратегии, нормальной кажется. Видим, что также один герой бежит вниз. Иногда бегут два героя. Но если побегут два героя, просто они также отдефают свою точку, а вдвоем одну не захватят. Вот видите, прикольно, Кугмав язычком захватывает точку. Видите, что здесь Рамус, очень невероятно сильный герой на этой карте, захватывает сразу точку. И когда приходит сюда наша команда, здесь башня фактически. И получается, будет равная битва, но против башни. Пытаются что-то сделать, частью оппоненты вышли из-под башни. Колобка нарезает, также мочит вражеского Ксена, но они бегут по Таворку. А Таворк это раздает. Вот битва 4 на 4, с симпатичным довольно скином Лебланка здесь используют цепочку. Третий уровень, как вы видите, сразу же. Минус Монах, потому что башня раздает. Минус еще кого-то здесь убивают. Остается Мумия. Мумия сейчас тоже убьют, потому что ее таунтит Рамус. Получается, что оппоненты разорвали всю нашу команду. А все... Трипл килл, не перебивай меня, пожалуйста. Вот, то есть, потому что Рамус быстренько прикатился, захватили точку. И вот сейчас здесь есть эти точки, которые ускоряют вас, как госбаф, и есть аптечки. Вот, плюсиками они обозначены на карте. Видите, что пока я... Я здесь понял, что точку я у Хеймера не захвачу. Если уйду, Хеймер захватит мою точку, поэтому я фармлю. Но вечер я устал и пропустил Рамуса с Акали, который захватывает наглую нашу точку. Кстати, когда кто-то захватывает точку, вы его ударили, то захват прервался. Поэтому хорош когмаф со своим ультом, он очень далеко бьет. Ну и здесь, в итоге, мы не дали оппоненту захватить точку, но я зря протормозил. В этот момент... Кстати, здесь очень быстрый рекол, поэтому если вы ранены, не стесняйтесь. Рекол здесь 4,5 секунды всего лишь. Ну вот, мы втроем захватываем точку, но все еще у оппонентов на преимущество. И пока нет вариантов, как их выбить. То есть, у Хеймера две пушки с 5 уровня. Как вы знаете, у него доступны две пушки с 3 левела его гранаты. И вот здесь мы бежим. Я решаю захватить центр. Потому что большой когмаф, это мощно. Наш Чогот еще не знает, что ему делать. Пытался подкопать вражескую точку. Ну, как вы знаете, это баф, который дает много чего полезного. А, это не тот. Так, в этот момент здесь сверху драка. Я решил смотреть от лица Ксена, забыл это дело. Прыгают за Ксенома, Лебланка его разрывает. В чем тема Лебланки? Что она сразу получает необходимый бурст. В чем ее минус? Что ребятки могут собрать немного ХП. Здесь наглую Рамус захватывает точку. Мало ХП у Монаха, очень мало. Ну, не 28, там подхилялся он чуть-чуть. Так, прыгает прямо под Лебланку. Лебланка срабатывает пассивка. Он убегает от Рамуса, но все-таки Рамус его убивает вместе с ЛБ. И они теперь захватывают точку. Так как герой ушел, башня перестала бить. В этот момент Чогат вместе со мной пытается что-то сделать, но выбить Хеймера из этой точки очень сложно. Получается, что мы очень серьезно отстаем. Ровно на 100 очков у нашего Нексуса меньше ХП. Я вот протормозил с этой точкой. И сверху враги постоянно еще нас опережают. То есть у них всегда на одну точку больше. У них уходит... Ой, то есть у нашего Нексуса уходит ХП. Мы отвоевываем свою законную точку. В этот момент снизу драка. Меня взорвали. Акали, Ксин. Вообще здесь очень тяжело. Кагмаву хорошо, когда с ним вместе играет Рамус. Здесь дерутся с Чогой. Чогу тоже зарубили. Ну, вдвоем. Втроем сначала напали на двоих, потом вдвоем на бедного Чогу. То есть здесь очень-очень хороша связка. Рамус плюс Кагмав. Потому что Рамус его защищает. Замедляет первым. Таунтит. Ну и просто это непробиваемая фигня. К тому же очень быстро бегает и позволяет захватить центр. Вот сейчас, когда вроде все с центра ушли, Мумия даже специально ультует на одного просто для того, чтобы убить Лебланку. И пока здесь никого нет, попытаться захватить точку. Но оппоненты колесо покатило сюда Рамус, про который я не раз говорил. Сейчас главное обезвредить точку до появления Рамуса. Но Рамус уже обходит и не успевает, ребята. Поэтому мы смотрим снизу драка, попытка убить Хеймера, но нету подкопа очередного. И Хеймер гранатой спасается, включает... А, пушки у него вроде как умерли. Да. Нормально. Убиваем мы Хеймера. Чога куда-то побежал. Неправильно это делать. Надо захватывать быстрее точку, пока понятно не пришли. Тем более у нас на эту башню квест. А если мы захватываем эту башню, то вроде как 10% к атаке всем дается. Всем союзникам. Если мы захватываем квестовую таворку. Видите, что есть крипы и потихонечку обезвреживают нашу башню. Как вы знаете... Так, здесь нас убивают вместе с таворкой. Но я пытаюсь взорвать ЛБ, но у нее остается вон 50 хп. Обидно. В этот момент уже все неплохо закупились. Давайте поставим на паузу. А то что-то... Тап, тапни, посмотрите. А вот. Давайте посмотрим, нажмем на паузу и посмотрим. Я собираю ХП и МД, потому что за мной постоянно бегают Акали или Бланк. Они будут меня выщелкивать, я пытаюсь с этим, естественно, справиться. Лисин у нас, что, тоже покупает себе фейдж. Здесь есть отличный артефакт, сделанный из фейджа и бфсворда. У ксена все опять-таки бюджетненько. Здесь есть тоже новые темы. Сейчас давайте... Опа, как все медленно двигается. Новые артефакты из лука собранные. Видите, вот... Артефакт, который дает атаку. Причем у него невероятно дешевый рецепт. К тому же, вот, артефакт, который типа с вортов дивана только дает ХП. И, к тому же, еще местная версия Мадредов очень дешево стоит. Ну, относительно дешево, относительно самих Мадредов. Вот. И, соответственно, конечно, не так эффективно бьет, но, тем не менее. Запрещены многие артефакты, как вы знаете. Так, давайте продолжим воспроизведение. И увидите, что сверху все еще у врагов захваченная точка, хоть мы почти ее обезвредили. Здесь враги снова свое захватывают. Но хотя бы на какой-то момент у нас было 3 против 2. Но этот момент был очень недолгим, и мы нас Чоби быстренько зарубили. Сейчас мы все бежим защищать низ, потому что враги, скорее всего, туда ломанутся. В этот момент пытается Лисин наглую под Рамосом что-то сделать. Но Рамос его тут начинает атаковать, и Лисин какое-то время не может снова захватывать. Там, если вы прервали ваш захват, то какое-то время вы ничего не можете делать. Так, здесь врывается Акали на Лисина. Акали здесь невероятно сильна также на этой карте, потому что нету особо тимфайтов. То есть ее в пятером никак не сфокусить. А один на один она быстренько всех выщелкивает. Врывается Ксин, минус один, ультует, пытается убить Акали. Нет, или все-таки Хеймера в итоге ложится. Но один против троих мало что сделаешь. Здесь в этот момент битва 2 на 2. А, нет, нас здесь больше. Мумия была, но мумия очень долго танчила башню. И в итоге у нас мумия в АП, поэтому она сейчас чуть ли не сдохла. Я очень аккуратненько стою в сторонке, мумия не попадает бинтон. Так мы, конечно, убили ЛБ. У нас Кок, видите, живучий. То есть в теории ЛБ должна была убить КГ с прокаста. В этот момент надо защищать башню. Именно этим и занимается у нас Ксин. Он убивает Хеймера. Хеймер не усидел все-таки внизу. Пошел в сражение. Здесь он подпрыгнул. Но все-таки успел на Сокале взять Хилку. Но здесь минус Сокале, потому что Вижен дается. Наш бедный Кок убегает. Очень опасно. Очень все сложно. Надо убивать эту дуру. Она прыгает. Я ей раздаю. Но убиваю ее так же. Но тоже умираю. К сожалению, не дотягивается мумия бинтом. Так, 11-й левел у нас уже. Видите, 7-я минута, уже 11-й левел. Постоянная драка. Все очень сложно. Да, вот в нормале спокойно, ну или в ранкеде можно спокойно закомментить. А здесь постоянно экшены в разных местах. То есть вы видите, что сейчас у нас Дагмойл у нас захватывает верхнюю башню. И мы внизу тоже им подгадили чуть-чуть. То есть сняли их захват. Ну сейчас у нас башен больше. Наша главная цель сейчас защитить топ и защитить вот это вот. Потому что защищать легче опять-таки. Вот здесь я натыкаясь на Рамоса. Рамос катился вот, наверное, на эту башню. Он постоянно это делал. Кстати, то есть здесь меня... А, это там Дагмола убивает. То есть они пошли атаковать вот эту вот таверку вместо того, чтобы своих защищать. Но, тем не менее, много кто внизу. Поэтому, возможно, у нас монах сможет захватить. Нет, здесь он даже обезвредить не смог. А в этот момент нас здесь убивают. То есть счет 265-408. Мы очень серьезно отстаем. Монах пытается убить Лебланку. Да, убивает он Лебланку. Молодец. Но башня последним ударом его мочит. Бедного. Здесь четверо аж у нашей таверки. Опять-таки три башни у оппонентов. Мы тыкаем, что надо защищать. Но оппоненты уже лоу хп. Они скорее разойдутся по своим делам. Мы обезвреживаем эту башню. Я каком бегу куда-то вперед. Но это неправильно. Кок должен защищать в основном. Потому что у него мало жизней. А и здесь я издалека стреляю. Стреляю. Пока у меня 11 левел ульта. Я очень далеко бить не могу. То есть я обезвредил двоих. Но сюда приходит еще иксин. И мне становится как-то не очень. Я конечно сейчас кину на кого-нибудь экзост. Кидая ульт там. То все. Но понимаю, что не спастись. Пытаюсь хотя бы убить кого-нибудь. Бегу за Акали. У Акали довольно мало жизней. Но я ее все равно не взрываю. Здесь обезвреживают нашу башню. В этот момент фармится у нас внизу чогат. Купил он себе вот этот местный Витсент через хп. В чем хороший кокон, он может встать вот здесь вот на 16 левеле. И обезвреживать здесь и здесь. То есть защищать свои башни и не давать их захватить. А здесь наши превосходящими силами. Вон большущий ксин. Видите, что 400 хп щит. И... А, то есть вот. Еще нюк есть у него. Так, здесь притягиваться. Клабелла Бетт тут же убивает. Она ничего сделать не успевает. И сейчас у нас будет 3 башни против 2. А Рамус наглый пошел захватывать это. В то время как Хеймер осаждает вот здесь. Я не знал куда бежать. И сейчас просто фармлю здесь. Надо было, конечно, отогнать Хеймера. И после этого мешать Рамусу. Ну, у меня... А, да, кстати, у меня 11 левел. Довольно большой радиус скиллов. Так, тем не менее, здесь успел Рамус захватить. Башню сложно довольно-таки отсюда выкурить. Но втроем это все-таки возможно. Поэтому башня обезвреживается. И сейчас надо защищать верх. Всем обезвредите эту башню. Я на Коге дэв у низ. Я собрал молоток. Потому что вармок здесь фиг настакаешь. Не особо люблю я фразенмалят. Но просто вармок здесь не настакать. Так, здесь мумию с двух сторон окружает. Мумия у нас опять-таки АП. Поэтому ее убить очень просто. Акали захватывал он вместо того, чтобы убивать. Ну и мумия пытается что-то сделать. Врывается сюда наш Ксин. Ксин сейчас разорвет всех на клочьях. Потому что здесь есть наша башня. Врывается еще сюда Лебланка. Пытается убить Ксина. Ой, то есть пытается убить Монаха. Ксин в этот момент раздает. Вражеского китайца разрывает просто к чертям. Сейчас еще Лебланка здесь. Ее окружили со всех сторон. Поэтому ее убьют. В этот момент я один против Хеймера. Кто-то там еще бегал. И колесо катится. Я уже знаю, что колесо покатится сюда. Потому что... Я говорю, я знаю. Беги туда, Кок. Ну вот, по крайней мере, в процессе этой игры я понял, что ребятки, когда начинают какие-то действия, они их продолжают на протяжении всего матча. Мне, кстати, очень нужна пенетра, потому что легко стакать армор. Вот. Ну и уже мумия здесь у нас спасает. Я защищаю эту башню еще для того, чтобы не дать врагам ауру на атаку. Вот здесь наши ломанулись. Зачем-то атаковать, хотя им надо было просто дефать эту таворку, потому что 3 против 2. И это уже клево. У их Нексуса уходит хп. А так, получается, что они отдали здесь, еще отдадут эту башню. А я отсюда отойти не могу, как только я уйду, и Хеймер захватит таворку вместе с двумя башнями. Здесь, кстати, есть артефакты, которые усиливают скорость захвата башен. Такие хороши тому же Рамосу, например. Ну, наверное, он ее и собрал, да? Где наше колесо? Нет, колесо не... А, да, вон, колесо. Эй, не туда попал. А, вот, да, Capture Rate. Видите, на 15% быстрее он захватывает. К тому же, вон еще бонус к Movement Speed есть. Итак, колесо быстро двигается. Счет 198-324 почти в 2 раза они нас опережают. Здесь драка, ксинов, наш ксин, к счастью, побеждает. Но вражеский нет, спасается, на какое-то время спасся. Здесь нарезанная клочья. Главное, Акали, не бегать за колесом. Потому что колесо фиг убьешь, он бронированный. Минус Акали здесь. Потому что пока бы бегали за колесом, Акали бы всех порвала бы. Я дефаю низ против ЛБ, даже не дефаю, решаю все-таки ворваться. У меня есть уже Витцент, довольно много МДФа. Я ее очень быстро раздаю, но, к сожалению, не умею я играть за Кагмава и кидаю кривые ульты. Так бы я ее убил. Все-таки мы отвоевываем вверх, и поэтому сейчас у вражеского Нексуса будет уходить больше ХП. Точнее, будут уходить ХП. Здесь Хеймер с двумя башенками стоит. Ни в коем случае нельзя драться с ним, пока не убить эти башни. Притягивается Мумия. Попытка убить здесь Хеймера. Мы что-то пытаемся ему раздать, так как Акали приходит сюда. Мы все-таки его убиваем, но Акали сейчас будет пытаться убить нас. 830 ХП у Кагани, попадает в Акали бинтами. Нас двое, мы пытаемся что-то сделать, поэтому здесь вражеский Ксин пытается захватить щит, но мы ему мешаем. Нас двое, но врывается в меня, я кидаю... Ак, Мумия кидает на нее экзост, также экзост на меня. Очень жесткие замесы, вообще непонятно, что происходит, но Акали в итоге ложится одновременно со мной, и я взрываю одного крипа. Получая деньги, в этот момент Лебланка в наглую захватывает мельницу, великую мельницу, которую опять-таки мы видим черно-белый. Здесь подкапывает у нас Лебланку, минус ЛБ сразу же. Рамус, хитрый Рамус, пытался захватить здесь башню, здесь крипы, которые замедляют захват. К тому же его било башня каким-то образом. Ну сейчас надо бежать мне вниз, что я сплю. Здесь, кстати, ни в коем случае нельзя простаивать на фонтане, а то бывает привычка такая после 5 на 5. Очень, на самом деле, жесткие здесь матчи. Издалека хоба фиганули, все, Рамус захватить не может. На 16-м левеле будет все еще лучше. А здесь опять попытка захватить башню, но это неправильно. Надо хотя бы дефать топ, потому что лучше синиться в руках, лучше стабильно уничтожать фражеский Нексус. Хотя с другой стороны наших здесь, видите, 2 на 2, а Монах у нас большой и страшный. И сейчас Монах ложится, но Акали, скорее всего, убьют. Правда, приходит ЛБ, минус что? И сейчас ЛБ будет захватывать топ. Ну, Ксин, я все еще дефую низ, нет, не решаясь, куда идти. Ког, он все-таки герой такой. Вниз у вас должен всегда дефать герой, который наименее приспособлен к замесу на первом левеле. И вот именно Кога мы выбрали. Здесь ЛБ захватывает нашу таврку, сюда также катится колесо, вместе они будут быстро это делать. И пока у нас Ксин захватывает это, у враги опять вырывается вперед, у них плюс 100 поинтов. Здесь попытка что-то сделать с Хеймером, но под башнями это вообще никак не сделать. Нужно было лайфстил мне давно купить, моя ошибка, что я это не сделал. Здесь рвается Акали в нашу АП Мумию, но это происходит за башнями, которые раздаются со страшной силой, поэтому я решаю убежать, потому что я бы здесь остался. За мной бежит бешеная Акали, гастует у нас Ксин, в этот момент сверху была драка, я пытаюсь убежать. Ну, я им этот, дорожечку устроил. Опа. А, да, ультанул, но это просто глюк был в лол реплей. Они сразу же, сразу же прервался их захват. Здесь драка, попытка убить Лебланку, 2 на 2 драка, Лебланка уже становится бесполезной. 14-ая минута, это старость, это прям как в доминионе время, как прям возраст собаки, можно сказать. Здесь Ксина, ой, этого убивает Чогу, монах должен захватывать, но еще старые привычки дофармить, да что-то доделать, такого здесь в доминионе быть не должно. То есть убили оппонентов, сразу бежать захватывать Таврку. Никак, видите, квестовую Таврку ни мы, ни они не захватим, они вот это вот почти захватили, но, к счастью, наши ребятки от Дефоли, здесь мельница прикольно крутится, монах взял у нас хилку, но очень долго он не обезвреживал башню, это, конечно, неправильно, потому что никто сюда к нему и не подходил. То есть он мог бы спокойно это сделать. Ксин в этот момент отсюда реколается, правда, приходит Хеймер и Колесо, нет, с Хеймером и с Колесом ничего не сделать, но Колесо, видите, укатывается, то есть, что я говорил, если ребята придумывают одну страту, они ей следуют до конца матча. Ксин в этот момент врывается в ЛБ, пытается ее убить, но Таврка-то раздает больно, а у него мало брони, у него, точнее, вообще нет брони и 79, то есть Таврка вообще раздает больненько. 100 хп остается, то есть 2,5 раза нас оппоненты опережают по хп, здесь мало хп у Чоги, я отогнал здесь Рамуса, во-первых, ультом, во-вторых, плевками, здесь надо будет опять кинуть сопельку в этих ребят, то есть, видите, я издалека, но, правда, 15 левел, еще не 16, на 16 дали, это вообще нормальная, а здесь, хопа, подошел, плюнул и окей, потом плюнули на этого, то есть бегать туда-сюда плеваться. В этот момент наши низ захватывает квестовая Таврка, получает, мы все получаем плюс 10 процентов атаки, а, дэмэдж даже, то есть, наверное, от магии тоже идет усиление заклинаний, но так было бы и честнее. Здесь у нас дерется с Рамусом Чогат, но это затея гиблая, Рамус очень сильно бронирован, здесь все-таки наши пытаются захватить топ, мумия дефает здесь, но у мумии очень мало жизни, мало чего он отдефает, то есть надо броню обязательно собирать какое-то количество, хотя, вот видите, Рамус очень долго безболезненно танкует Таврку, если бы был какой-то другой герой, то он бы сдох уже давно, но Рамус тоже все-таки решает умереть, Граната летит в мумию, но не попадает, сзади еще бежит Левланка, но тема в том, что у нас получается перевес в другом месте, хотя нифига, мы пытаемся убить здесь Акали, фокусит меня, но мы фокусили разные цели, я думал убить Акали, а Дагмол фокусил этого Сина, ну видите, Ксин довольно толстый, правда и дамага, наверное, у него чуть больше, ну тут фиг поймешь, что правильно, но точно неправильно бить две цели. Вот, ну, десятая игра в Доминион заставляет людей и допускать ошибки. Все, вот хотел я для вас записать какой-нибудь крутой реплей, вот именно по этой игре, вот сейчас видите, что мы более-менее что-то исправляем, потому что три башни против двух, и сейчас у нас появляется какой-то призрачный, но все-таки шанс на победу. Врывается у нас здесь мумия для того, чтобы остановить захват Таврки, дерется прямо вплотную, сейчас я подбегу, ультую, подсвечиваю Хеймера, атакую его, опять-таки ультом попадаю, и сейчас надо еще один ульт, еще один ульт, и я все-таки добиваю его ультов, ЛБ кидает цепь, цепью не попадает, и сверху Драка в этот момент попытка убить Рамуса, врывается Ксин, но все-таки продолжает бить Рамуса, жует его, Чогат ему плевать на броню, потому что он наносит true damage, здесь я прогнал ЛБ, но я подхожу к Таврке и зря подхожу, она отпрыгивает, и поэтому меня убивают. Я получил несколько ударов от вышки, а слишком мало у меня брони, я собирался в чистый МД, здесь попытка от Чогата убить Акали, но он не попадает своим прокастом, поэтому ложится, правда вверх все еще наш, Крепы его, правда, по чуть-чуть захватывают, ну, точнее, нейтрализуют, но, тем не менее, мы уже захватываем четвертую точку, пока оппонент туда-сюда бегает, сюда прилетает Колесо, сейчас будет попытка убить Ксина, Ксин пытается убежать, Мумия танкует, здесь не бьет, башня вражеская, поэтому все окей, правда, 3 на 2 будет перевес, и Колесо очень сильно, попытка от Ксина куда-то убежать, сейчас он будет прыгать на ЛБ, но Колесо все-таки его сейчас убьет, Мумия врывается сюда, в этот момент Хеймер просто захватывал башню, потому что пользы от него особо нет, он прокастовался, и все, стоит бесполезным, но зато четверо внизу, и поэтому надо захватывать топ, мы вместе с Лисином, у нас в обоих есть Вижен, сейчас просто замочим Акали, нет, просто решаем захватить, пока она сидит в своем куполе, ну, теперь она подошла вплотную, значит, ее подсветил монах, значит, можно раздавать, все, мы момент разбили, в этот момент Рамос, правда, бежит захватывать здесь, я бегу на всех парах опять-таки сюда, видите, что ботинки у меня здесь даже не совсем правильные, на этой карте невероятно хороши третьи и пятые ботинки, они дают вам как раз необходимое время, здесь мы убиваем Рамоса, правда, приходит ЛБ, я ЛБ просто расстреливаю, видите, что она уже прокастовалась, а сделать-то она больше ничего не может, и мы ее быстренько срубили, очень мало ХП у меня остается, но я купил уже лайфстил необходимый, благодаря этому живу, правда, здесь в очередной раз у нас Хеймер побеждает кого-то, на этот раз Чогат, Хеймер очень хорош для ДФ Низа, то есть, человека такого надо на Хеймера посадить, который готов сидеть, там долго ничего не делать, сейчас Монах прервет первым скиллом, и врывается Наш, Ксин еще на последние секунды первого скилла врывается Монах, правда, сейчас его здесь убьют, но, тем не менее, Ксин на Ксин побеждает Наш, правда, приходит сюда Акали, но башня-то наша, башня бьет Акали просто по лицу, а она не создана для танкинга, у нее 136 брони всего лишь, и поэтому Ксин вместе с башней ее разрывает чертям вообще собачьим, на центре появилась штучка полезная, Ксину говорят, захватывай, он даже флешит для того, чтобы захватить быстрее, но уже подкатывает сюда колесо, и поэтому Ксин не успевает захватить башню, и зато снизу мы пытаемся что-то сделать, Мумия врывается в ЛБ, ЛБ уже вообще юзлис, честно говоря, вот, у нас захватывает язычком Кок, все, башня наша, а значит, что мы можем ее защищать вместе с Мумием, правда, Мумия не такая расстанкованная, врывается в меня, у меня нет экзоста, к сожалению, но мы убиваем Ксина очень быстро, правда, месит меня в первую очередь, и все, минус 2 здесь, потому что их просто было четверо, но, зато, у наших ребят появляется оперативный простор для нападения вот здесь, правда, сейчас все, пока все здесь захватывают, колесо, наверное, покатилось уже сюда, посмотрим, или сюда, два варианта колеса было, защищать или нападать, но, скорее всего, колесо пошло сюда, оно уже привыкло этим заниматься, а, колесо вообще было мертвым, никуда оно не пошло, так, здесь захватили точку, но сложно ее удержать будет против превосходящих сил оппонентов, но зато, если все враги сюда ломанутся с другой стороны, они откроют вот эту точку, а мельница все еще наша, и видите, что мы уже вырываемся вперед, у них 80 хп, 3 точки против, 4 точки против 1, и наши еще какое-то время защищают, Акали пытается нейтрализовать, главное, что, вот, оттягивает этот момент, все, что он мог, это оттянуть, но, тем не менее, сейчас 4 точки против 1, и их Нексус просто трещит по швам, ну, не Нексус точнее, а вот красивая штука, ну, давайте покажем, а, сейчас же, нас мертвый, насчет затара, вы видите, что он купил себе вот новый симбиоз, БФ Сворда, а, нет, точнее, это новый Витцент, старый Витцент, много МДФ одним словом, потому что один магический урон, кроме Ксена, здесь я когом, а, нет, не я когом, я когом здесь останавливаю толпу, для того, чтобы наша мельница все еще жила, и видите, что крипы помогают отогнать Лебланку, я здесь взрываю еще, опа, прикольно, навалился, даблкил, мочканул двоих, и башню, по крайней мере, а, Каля все-таки обезвредила башню, но не захватила, это хорошо, Химер, правда, в этот момент нападает на низ, но вот там наш Ксин побеждает, очередная драка маленького-маленького, Чоги и Рамуса, который снова побеждает, а, они друг друга просто изничтожили, как, а, нет, Рамус все-таки выжил, попытка притянуться к Рамусу, но колесо укатилось в другую сторону, в этот момент сейчас Акали будет мешать Лисину, но башня ей помогать не будет, Лисин ее отпихивает, у него очень много МДФ, вот новый артефакт, из фейджи БФСворда, битва Ксинов, но у нашего Ксина есть экзост, поэтому наш Ксин чуть-чуть тащит, но у вражеского очень много брони, и тот не прощает, наш собрался чисто против магов, и именно в зеркальной битве у него мало шансов, здесь надо обезвреживать Рамуса, который захватывает нашу точку, Мумия ждет, пока враги уйдут для того, чтобы захватить вот эту ближнюю к их базе, надо дефать, но дефать некому, врываются наши ящерицы, но видите, что у них остается 19 хп, и это шанс победить, я здесь дерусь Ксином, кидаю на него экзост, уже пофиг, но у них 16 жизней, и сейчас Ксин меня зарезал опять-таки на тряпки, блин, он хорошо собран, конечно, насчет вот этого вот Омина, то есть он нейтрализует Омин частично, у нас Кагмава, но тем не менее 10 хп, 9, у нас больше башен, сейчас мы еще захватим 2, Хеймер все еще сидит в день, здесь в шоке, вообще не знаю, что делать, минус Ксин здесь, мы захватываем эту таврку, сейчас у нас башен будет больше, еще в этот момент здесь попытка нейтрализовать Рамос, но Рамос под башней так долго живет, что просто плевать на всех, все, мы захватили 3 башни, у них остается 7, 6, 5 жизней, и все, уже никак не вытащить, они вот по этим рельсам отправляются ломать свой же Нексус, да, кстати, Нексус здесь ломается, конечно, красиво, все, но жизнь у них, и это значит, что враги проиграли, и, бум, ломается их Нексус, это очень красивое зрелище, опа, почему Дефит написала, лол, ой, ну вот видите, что баги не очень отлажены, лол, реплей не очень хорошо с ними работают, Дефит главное, нормально, ребятки, мы пошутили, вы играли в поддавки, да, динамичный очень был матч, был еще очень клевая, клевая игра, где мы заперли оппонентов на фонтане на 9 минуте, но реплей, к сожалению, не сохранился, в процессе я, возможно, это закоменчу, если будут такие просьбы в комментариях, мы играли премейдом, соответственно, у кого-то из 4 оставшихся ребят точно должен был сохраниться реплей, вот, кстати, там был сурендер, возможно, из-за этого, вот, ну, что я хочу сказать, Доминион, очень динамичный режим игры, вы видите, даже вообще никак невозможно одновременно все посмотреть, везде драки, никакого фарма, ну, за крипов здесь дают очень много денег, но фарм все равно особо не нужен, единственное, стоит фармиться внизу, когда вы захватили точку, если у оппонентов двое, побежали вниз, это серьезная ошибка, потому что ваши будут драться 4 на 3 все время, а вниз 1 на 2 захватить никак нельзя, ну, это все равно, что, представьте, на первом левеле вдвоем одного задавить, это же не очень реализуемо, вот, получается, что задавить легко, не обязательно брать хеймер, он, конечно, прикольный со своими башенками, он хорошо там их делает замороженными, то все, но все равно, вот ког, я считаю, хорош для низа, но когу обязательно нужны защитники, то есть, мы уже несколько игр сыграли с идеальными пиками, потом уже нам надоело это дело, и уже брал каждый, что хотел, в том числе и я кога, потому что до этого кто-то у нас играл из команды тоже когом, конечно, исполнил кога намного лучше, чем я, потому что у него опыт побольше за этого героя, вот, а так вообще когу нужно прикрыть, я, кстати, в той игре был рамусом, и защищал нашего кога постоянно, и там он просто нарезал, ну, сами понимаете, ДПС у него колоссальный, если его защитить, вот, ну, что еще сказать, очень хорошо провоцировать оппонентов на драку, особенно сейчас, когда все не привыкли, и любят драться, любят тимфайты, когда у вас больше точек, то есть 3 на 2 точки, и вы идете куда-нибудь к вражеской базе, провоцируя новых уходящих ребяток на сражение, это большой плюс, потому что хп вражеского Нексуса уходит, а вы тянете время, то есть, если у вас меньше точек, ни в коем случае не надо идти на тимфайт, не драться, надо обходить, насчет героев, ну, про кого я уже сказал, на 16 левеле он очень хорошо обезвреживает точки, к тому же гигантский ДПС, но нужны защитники, очень хороший рамус, потому что вы видите, что он позволяет захватить третью точку, и получается, ну, мельницу, и держать ее, а там под мельницей уже отдефать, это дело в случае, то есть, плюс где-то 50, плюс 60 хп, вначале даст рамус, к Нексусу я имею ввиду, потому что оппоненты просто не смогут заштурмовать это дело, а никто не может соперничать на первом левеле в скорости с рамусом, то есть, Гост, пятый ботинки, и первый спелл, и вы катитесь просто со страшной скоростью, ну, не обязательно первый спелл максить, и его, точнее, лучше оставлять вообще на единичку, там особого профита от этого вы не получаете, вот, хорош ап шака, невероятно хорош, потому что он может наставить боксов у башни, и фактически эта башня будет защищена, только надо ставить чуть выше, там, у круга, потому что иначе, блин, уже не показать на игре, ну, вот я мышкой давайте начерчу, вот представьте, что Д, это, это вот сама башня, и вот здесь вокруг, вот так вот стоит у нас круг, вокруг стоит круг, хорошо сказал, вот, и оппоненты могут захватить отсюда, соответственно, нашу точку, вот отсюда примерно, и если вы поставите бокс вот здесь вот, то он просто не среагирует на оппонента, поэтому надо со стороны приближения противников, с внешней стороны круга ставить, эти боксы толпой, подходит враг, и его просто изрезают, к тому же вы видите, что шака будет постоянно прыгать, инвиз, то есть все, как-нибудь хитро приходить, захватывать точки, ну, а топы, к тому же у него на кинжал скейл нормальный, то есть прокаста может неплохо надамажить, ну, иллюзия тоже, как вы знаете, у него дамажит после смерти, тоже отлично, обязательно найдется кто-нибудь, обычно в нашей команде это ягд, кому захочется 25 голды, чтобы убить шака, ну, тут уже надо, вот как вчера я смотрел, хорджот, он там так аккуратненько убивал шака, что ни разу не поранился об него, вот, так же хорош Малфит, потому что здесь же нету баншей, а Малфит перестал быть популярным, когда все начали покупать банши, вот, то есть он подкидывает всех, туда вкатывается Рамус, туда стреляет Кагмафа, всех расстреливает, это вообще идеальная связка, ну, вот и по тесте, ну, видите, здесь нету ранки, то есть оппоненты довольно посредственные, то есть до этого у нас все игры были 15 минут стабильно, первая игра вообще 9 минут премейдом, так что сложно здесь в каждой игре набрать хороших героев, ну, просто надоест, я бы сыграл, конечно, Рамус, он кто-то Малфитом, кто-то Кагом и так далее, плюс 2 там, какие-нибудь сильные окали, но играть так 5 игр подряд не очень, единственное, что если только меняться героями, вот, ну, ну, еще здесь актуальны герои слабые в начале, то есть, Сион, например, который в начале слаб, но потом невероятно сильно, то Де Сион, знаменитый Оде Сион, сейчас очень люблю играть, из-за этого героя, даже придумал билд, и возможно, когда-нибудь выложу, вот, сейчас до ранкидов как доберемся, посмотрим, вот, Оде Сион, конечно, клевый, благодаря вульту, и здесь он сразу 3-го левела, нормально, Синджит, также неплохо, потому что на первом левеле, сами понимаете, Синджит слабый, если он бьет, ну, на линии, если он бьет оппонента ядом, то ему отвечают монстры, а монстры ему намажат больше, чем сам Синджит ядом, вот, а на 3-м левеле Синджит, это уже совсем другой герой, то есть, у него на ног больше перспектив, к тому же он невероятно быстро бегает под ультом, вот, ну и откидывает назад, то есть, все позволяет выкинуть кого-то из-под башни, лужа тоже его хорошо действует, также и лужа Кога, тоже здесь проход весь, загрязнит, вот, я уже говорил про то, что оппоненты часто делают одно и то же, то есть, если человек бегает постоянно на одну таверку, то готовьтесь, что если он сейчас где-то промелькнул, в драку не пошел, что он на нее побежал, конечно, есть те, кто действует на креативе и бешеном микро, и захватывают постоянно разные строения, но таких меньше, да, не очень болтать, как под табличку Defeat, но ладно, так, рекол здесь быстрее уже говорил, и про дешевую версию модредов, и другие артефакты также, то есть, обнимательные, изучительные артефакты, возможно, что-то из них вам понравится, благ, здесь очень много времени лишнего в начале, насчет стартовых закупов, то есть, это улучшенные ботинки, это ботинок плюс новый артефакт, здесь новый артефакт, я имею в виду Doran's Blade, либо Doran's Blade, ой, Doran's Blade, и еще, в принципе, у вас есть третий вариант, но внимательно подумайте, сравните эти три варианта, вот, третий вариант это Doran's Blade, не, если серьезно, Doran's Blade, Doran's Ring, в два раза они улучшены, в два раза дороже стоит, и довольно неплохой слот будет, то есть, ботинок первый плюс, вот эта вот тема, то есть, какие еще, каталист, я не знаю, уже говорил, не говорил, здесь очень быстро растут левелы, поэтому каталист решает все ваши проблемы с маном, то есть, за синжи доберете фаст каталист, и можно вообще не вырубать яд, ну, только где-то там, левели на 15 возникает, такая заминочка, ни в коем случае нельзя брать артефакты, которые стакаются от убитых монстров, или от времени, потому что время здесь мало, конечно, если вы роу соберете там на третьей минуте, то можно это сделать, если вы там пенту сделали в начале, и соберете роу быстренько, то это я одобряю, иначе не стоит его брать, здесь есть один свэйл, клевый артефакт, который бьет всех вокруг, это аналог баньши, что еще насчет стартовых артефактов, ну, там можно пояс быстрый, что-нибудь не знаю, быструю горелку можно собрать, этот сам фай, как его, ну, тут уже в процессе надо изучать, но, основная стратегия, это захватить как можно быстрее мельницу, и уже защищать ее, тогда оппоненты вряд ли вас пробреют, ну, просто потому что за вас башня, и идти вниз одному, тоже основная стратегия, и постоянно расшатывать оппонента, контролировать его, предугадывать его действия, ну, и, соответственно, постоянно и нужны диверсии, надо, чтобы кто-то в команде занимался диверсиями, и обязательно играйте командой, потому что в одиночку у вас мало что, к сожалению, получится. Вот, ну, все, что я хотел сказать по игре, заходите по очищенному GameZ, там есть видео, которое я нигде пока не анонсирую, кроме GameZ, это, так что смотрите там мои видео, смотрите стримы, скоро мы перейдем на новую платформу, на JustinTV, так что те, у кого логоловнет, надеюсь, этой проблемы у них больше не будет, Justin у нас будет партнерский, то есть без всякой рекламы, рандомно выскакивающей, по крайней мере, нам обещали, Justin, что реклама у нас будет тогда, когда, соответственно, наш стример нажмет на кнопочку, то есть, после игры, ну, сами понимаете, когда особо делать нечего, а то бывало, что, насколько я видел комментарии, бывало, что у человека врубается реклама прямо в процессе экшена, это, конечно, не очень, и демотивирует, а тут будем сами врубать, такие вот пироги, участвуйте, кстати, у нас турниры сейчас проводятся, есть турниры по доте, один на один, с разными регламентами, на аре, на АП с фиксированными героями, вот, ну и по лол, вместе с ESL мы что-то проводим, правда, на этой неделе ничего особо не проводим, потому что не особо был популярен последний турнир, мало команд пришло, вот, сегодня, кстати, будет пятничный хаос, в 6 часов буду разговаривать с вами на разные темы, но в основном это Доминион, и вторая тема включать ли на GameZ и на странные стримы, потому что, судя по голосованию, большинство было против, но мне не очень понятно, потому что, ну, вряд ли они кому-то помешают, но я, конечно, привык следовать голосу народу, но сегодня вот с вами на эту тему также пообщаюсь, ну и все, всем счастливо, до свидания.